Дорогие товарищи и телезрители и хаэнщики, сегодня сюрприз для вас всех, у нас в гостях, согласился дать интервью монстр, монстр, монстр строения, который за счастье иметь дома хотел бы хоть какую-то маленькую толику от этого человека. Итак, у нас тут Миша, переводчик, я буду так просто звать Миша, я не знаю там его отчество, но тем не менее возлагается все переводы и так далее, все на него. Итак, Миша, представь, кто перед нами тут сидит. Перед нами владелец и главный вдохновитель компании Aldo NLQK, Питер Квортеров, которого наверняка многие знают и по фотографии, и по его деятельности, так сказать. По изделиям, по изделиям. В аудиоиндустрии. Питер, пожалуйста. Продолжение следует. Ну, самое первое, наверное, вопрос. Фирма существует давно. Над чем сейчас работаете? Что вы привезли на выставку или что хотели, но не привезли? Какие у вас новые концепции? Ну, в таком духе ознакомление. Какого у меня из Оллвадии 40 лет, что он помог? Компания английская была основана в 1991 году и практически, да, где-то 40 лет получается, или около того. Какая компания работает сейчас, какие новости, что вы привезли, что вы привезли здесь, интересное? Ну, единственное, что мы привезли здесь, это ТТ-3, с финишкой построенной оборудоватой. Вы переводите? Мы должны, да? Конечно, конечно. Оставная, ну, новинок не так много на этой выставке, это ТТ-3, проигрыватели LP-дисков, который практически завершен, и основная его часть, над которой в последнее время работали, это блок питания. А, то есть вы дорабатывали в этом проигрывателе именно блок питания, доработку продаж? Да. Это полностью новый модел? Ну, я имею в виду, это уже 6 лет, так что вы можете договориться, что это новое или нет. 6 лет, и модель только сейчас доводится до ума, и выходит в окончательную стадию. Это уже окончательная версия, где все собрано. Будет стол сам по себе, как и сейчас есть, и к нему три разные версии блок питания, стандартный, улучшенный, и, как ты говорил, супер-труктер, в общем, супер. Это, конечно, влияет на конечную стадию. Так, ну, давайте к другому тогда вопросу, мы уже поближе познакомились, освоились, друг друга не боимся, и я его не боюсь, и задам самый такой, наисложнейший вопрос. В народе бытует, что серебро добавляет верхов и середину. Так вот, вопрос заключается в чем? Почему некоторые модели, усилители, собраны трансформаторы на серебряном проводе, в котором все гоняются вот именно за этим населителем? Хотя он не дешевый. Почему они не делали? Но на другой стороне, серебряный, это не очень дорогая, но сложная идея если сомин squeja, из образования не очень дорогая, а если вы получите паспорт на серебряном проводе, то низкая. Причем, если вы количество высоких woke, то что вы делаете по секрету линию в серебряном проводе, то что вы делаете среди электром ведратора на серебряном проводе. Потому что это звучит лучше. Нет причины. Это не было смысла. Если вы могли сделать что-то лучше, для гораздо меньше денег, то почему вы используете сервер? Единственная причина, чтобы мы используем сервер, это звучит значительно лучше, когда правильно использовано. Если правильно готовить, то серебро все равно лучше. Если был бы способ такой же результат достигать с медными обмотками и проводами, конечно, было бы логично использовать более дешевые материалы. Но... Мы сделали эксперимент для американского магазина несколько лет назад, где мы сделали два трансформера. Один шервер, один шервер. один шервер, exactly the same transformer, wound the same way, using the same materials, insulation materials, и все. И затем мы measure один и другой. И, с тем, индуктивность, resistность, и все параметры основные, в варианте в случае аналитика тоже замкаем в мусор И мы намерем опять. Применцию в респонденте и подключить респонденте и все остальные параметры Моно-рекорд Потом мы поставим на премьер Левый канал, Коппер Левый канал, Силвер Моно-рекорд Включаем один канал к другой Начинаем с Коппер Коппер звучит очень хорошо Включаем к Силвер БАМ! Звучит звук Инфинитетно Без компонентов Нет компонентов Эффект Был произведен Много лет назад В США Мы сделали это для Американского магазина И они решили не продавать Эксперимент Поставлен для одного из американских журналов Много лет назад Изготовлены Были два трансформатора Абсолютно идентичных По конструкции Состав витков Все было одинаково Только разный материал Для, собственно, проволоки И Были проведены измерения До того, как Трансформаторы Заключили металл уже Все параметры практически одинаковые Чуть-чуть меньше сопротивления Но этим можно пренебречь Незначительно меньше серебра Поставили Для левого В предусилитель Для левого и правого канала Разные эти трансформаторы И в монорежиме Прослушивали И результат прослушивания Был настолько Большая разница Ну, вы видели Ошелопляющий Все вопросы были сняты Но этот материал Не опубликовал Тогда журнал Потому что Это Как откровение Понятно Но мы опубликуем Мы такие В другом Публикуем Ну, конечно У меня нет проблем с этим Я думаю Что интересно И worth mentioning Это факт Что Никто не знает Почему Силва Соник Ну, тут На самом деле Самая интересная вещь Что На сто процентов Никто не знает Почему Результат Серебряной Проводкой Проводом Настолько Отличается Разительно Разительно По звуку Ну, оставим Это За гранью Нашего понимания Давайте К другому То есть Ну 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 Мы Мы Убираем Убираем Силва Очень 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 Дорогие Но Есть Как бы Фактически Статическое Подтверждение Почему Это происходит Потому что Люди Платят больше Тот же продукт В котором есть Серебро Потому что Они реально Это могут услышать Своими ушами И готовы Нести Дополнительные Затки Ну Это все понятно Ну Давайте к другому вопросу Более Такому Изощренному Вот Меня Интересует Почему Продают Аудионотовские Конструктора И Люди Собирают Их А такого Звучания Не могут Добиться Может Как у Вонецкого Руки Помыть Или В Академии Что-то Поправить Может Он Выдаст Какой-то Покупает Конструктора Собирает Но Добиться Не могут На сегодняшний момент Компания Не продает Набора Для сборки Не Набора Для сборки Не Набора 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 Для сборки Только Продаются Наборы Для построения Огромных Отговорителей И Без Кабинета Ну Запчасти Как Набора Ну Все Мы Закрыли Больше Не продается Потому Именно Поэтому Люди Собирают Тип А он звучит По-другому И как бы имя Пострадает Ну тогда Другой вопрос Я Приверженец Больших Динамиков И я чувствую Разницу Когда играет Пятнашка И Маленький Динамик Почему Человек Выбрал Именно Вы В Акустике Я не особо Специалист Но тем не менее Там Посматриваю каталоги И вижу небольшие У него Он использует Динамики Динамики Дело в том, что Аудиодок Разработала Конструкцию Которая Используется Именно В углу Комнаты И Учитывая То, что Уже Предоберена Какая-то Заложена Конструкция То, что Читатная Экспертиристика Сильно По-другому Динамика Работает Ну давай, Миша Я попробую Чтобы ты не мучился То есть Он использует Угол комнаты Как рупор Правильно я понял Или нет? Спроси В целом Получается 9 Для низкочастотных Сотовляющих В моей комнате В моей комнате Я могу Работать 16 Херц Очень легко 1 6 1 В комнате Петра Например АНЕ Колонка АНЕ Воспроизводит До 16 Герц Там, где он Себя слушает Ну вот Классическую Конструкцию АНЕ Ну Я Хотел бы поправить Тут тоже Полезная информация Как Расстановкой Заниматься Ауденотовской Аркустике Непосредственно Дома Тем более От самого Метро Подсказки Переведи Попробуй Немного Как это сказать Спасибо большое Спасибо большое Уч Правда 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 Спасибо Вы Приятного Приятного Для Подсказки Для Подсказки В комнате С Этим Закончили Но я Хотел Поправиться Я Имею ввиду Не частотную Характеристику Попробуй А Именно Масштабный Двун Маленький Динамик Это Лилипучки Выбежали С детского мира Рояль Прихватили Игра Ставишь Большой Динамик Вышел Катарбасич Чувствуется Вот Про масштабность Игра Приятного Реалисты Не только В Деплетняя Деплетний Сказали В Посын Деплетний Игра Деплетний Это очень сильный вопрос. Нет, это психологический вопрос. Мы не говорим о ПА-служащих. Мы говорим о слухах, которые используются в нормальных комнатах. Во-первых, мы говорим о динамике, которая используется не для больших помещений, в торговых цепках, а именно для нормальных комнат. У нас, например, есть для зданий около 50 метров метров. И что они делают, это прессурируют комнату в другом способе, как нормальный язык. Особенно потому, что позиция. И потому, что реинформирование на басе, через порт на задней стороне, создает инфекцию в комнате. И учитывая то, что колонка предназначена именно для жилых комнат, модель Е, Д-15, начиная с 15 метров, то, что фазоинвертор работает вместе с тем положением колонки, которая стоит в углу, все это вместе достаточно дает акустической энергии, которая вот в нижнем диапазоне, так сказать, идет на слушателей. И на их мнение этого достаточно. Не понятно. Не понятно. Давайте сказать еще что-то. Проблема с большими двигателями, как 15-inch, есть еще и проблема сама по себе с большими динамиками. что самое, что мы называем, что у нас на нашаrobiка – то есть, что мощность лёгии, и длина смолы, и веса на диапазоне. Он очень плохим. Магнит не слишком сильный, чтобы остановиться и остановить двигателя правильно. А маленький двигатель гораздо более агилен. Его размера, когда инертная масса самого диффузора выше, чем то, что может контролировать магнитная система и катушка. То катушка становится слишком большой, то магнита недостаточно, и эта проблема является с другой стороны у этого драйвера. Ну, я попытаюсь отшутиться, попробуй перевести. Я слушал с таноями, я фанат таноев и фанат аудио-нота, и мне очень понравилось. И именно 15-дюймовые. Хорошо, давайте скажу вам что-то. Очень известный русский двигатель. В общем, он грецкий, но он не русский. Теодор Коренсис. Теодор Коренсис. Коренсис, он русский и грек. Он просто изменил его танои в Вестминстор Ройал для парня чип А.Н.Е. 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 А.Р Ireland А.Н.Е. А.Н.Е. Вот это никогда не могу выиграть, но аудионотор не из Прия, по-моему, модель, которая по сравнению с теми даже очень подешевле. Опять попробую ошибиться, но мельчается, что ты сделаешь? А люди идут маленькие. Нет, они не идут маленькие. Проблема с теми, как Таной, то есть, что кабинет очень плохо сопротивляется с двигателями. Первое. Второе. Второе. Ну, вообще-то, на самом деле, чтобы точно перевести, лучше это сделать по записи, потому что, да, тоже все-таки нет. Ну, попробуй сразу, да. Ну, изначально... Таной большие вот эти заложены. Неправильный принцип вообще построения динамика, который... На одной магнитной системе две абсолютно разные диафрагмы работают. И в этом как бы основное принципиальное. Ну, немножечко мы сейчас уйдем от этой темы, но человек, мне кажется, он не в курсе о Танойке. Я Танойк все знаю. У них есть динамики с двумя магнитными системами. Но у нас... У них есть динамики с двумя магнитными системами. Это не важно. И это не важно, что они говорят. Да. У них есть динамики с двумя магнитными системами. Проблема, что этого взаимовлияния не избежать, когда они рядом. Ну, когда бас слишком много, высокие частоты работают совсем по-другому, как просто, если тот же динамик работает, когда в сигнале музыки нет. Ну, я еще раз хочу вас перебить. У нас разговор, так и переведи, не о Танойе все-таки, это у нас скользь. Мы не говорим о Танойе. У нас главный сегодняшний день... Ну, Таной, кстати говоря, очень хороший пример ностальгического отношения к теме. Ясно. Давайте немножечко отдохнем. У меня такой вопрос. Вообще, с чего начиналось? Вот я тут писал знакомство с Amadeo, Vivo Audio, есть такая итальянская фирма. У него началось все конструирование, Ikea, его хобби с 13 лет. С чего у него это все начиналось? Только, пожалуйста, не нужно вот этих вот журнальных его зарисовок. Может, там что-то есть, какое-то вот что... Может и нет. А может и нет. Ну, ты попробую узнать. So, let's switch to other physicists. Okay. How do all this story happens with you? What stories? With involving into hi-fi business and this area. Вообще, как бы получился, а у него not? Ну, а у него есть история, а у него нет уже в магазинах. Ну, да. Ну, да. Ну, да. Ну, да. Ну, да. Ну, да. Нет, сейчас мы занимались пальцев. Конечно И потом я пошла в университет, и я не понравился. Это было в то время... Вы увидите это интересно. Я учился в экономике. Все мои учреждения были марксистами. Они только научились на централизированном экономике. Это очень заболевание. Ну, так, чтобы... Особой такой истории, что вдруг раз и случилось, наверное, нет. Потому что в семье увлекались музыкой. Отец слышал Питера классическую музыку. Мама там... Вокальные, так сказать... Американские какие-то там вокальные... Группы слушали. Синатра. Вокалистов. Да, ну и как бы на фоне того, что музыка всегда звучала, Питер не мог не увлечься от этой темы и купил свою первую систему. И... Ну, давай с другой стороны зайдем. Вы что-то мне тут разлили воду на столе, а теперь надо будет вытирать. Что он в своей жизни первое собрал? Усилиитель, колонку... И когда это было, и при каких обстоятельствах. Что это? О чём ты этой технологии с plant... При этом для первая Arendt... О да, я очень жахал. Я can't remember или продал всегда... Нет, простоing. что я ноуеannen клеточки и из французской области... И это был sustелок. У сожалению, и Qual qué продажи. И vardевшим мир correcting Kabup installations и привлек Soulbing. Когда м às PTSB crosB team либил, то вам на махатишь много шт하는데... 3009 арм и сонус-блую картридж, я помню это хорошо, и тогда я строил мои собственные спееки с лауэдер двигатель, называемый Мишелсон Айсхорн, построен из английского человека, Эдвард Мишелсон. И тогда я нашел один парень старых квад-поэмпов, с квад-22 премпом, которые не работали. И я все очень внимательно cleaned, и это работало. И тогда я получил хороший систем, с немного электрического света, потому что, конечно, в 1969, there were no audio cables. Ну, Федор прекрасно помнит свою первую систему, которую он, можно сказать, построил и изготовил. Это был кит, который французской фирмы ER, она называлась, собирается, ну, проигрыватель винила, получается. Продавался в виде китов, вот название картриджа там тоже Петер перечистил, какие были усилители, акустика на динамике лауэдер. Все о кабелях тогда никто не думал, это были обычные электрические кабели, и вот это была его первая система, которую он создал, а предусилитель не работал, он почистил, все разобрал, и он замечательно заработал. Ясно. Ну тогда давай немножечко с другой стороны зайдем. Мы обложим сейчас со всех сторон. Когда он получил деньги, то есть продал свой первый экземпляр, что он сделал, давай так или иначе, что он сделал, что и получил за это первые свои деньги. Может, ты помнишь, как ты получил первый профиль от хайфа индустрии? В самом деле, мой первый профиль пришел от продажа рекордов. Я всегда ездил в Ингландию, закрывал машину с рекордами, потому что в Денмарке у нас очень высокие деньги на рекордах. Так что я бы взял эти рекорды. Первый профиль получился, то есть заработок от перепродажи пластинок, за которыми он ездил из Дании, Питер Дачанин в Англию, там закупал, а в Дании совсем другие налоги. Нет, я не это хотел спросить. Не то, что первые деньги, а вот именно то, что он сделал своим трудом и пошел, и сейчас он знаменитый человек на весь мир. Не от продажа рекордов, но… О, от профессионалов? Да, это хорошая вопрос. Это хорошая работа. Я становился Лауда-дистрибутером в Денмарке в 1976 году, и я бы продавал несколько пайлов Лауда. Лауда-дистрибутер был первым, что я сделал на это. В 1976 году он был распространителем, продавцом, дистрибьютором, не знаю, как там это точно ранжировать. Динамиков Лаутеры, собственно, на них началась его трудовая, именно профессиональная деятельность по извлечению прибыли. Опять, не компания. Вот он сделал усилитель или колонну. Ему пришел человек и говорит, «Питер, продай мне, пожалуйста». А не было такого. Ну, как не было. А как же он стал... Ну, это именно в смысле от компании «Аудионот». Нет, «Аудионот». Я имею в виду еще до «Аудионота». Что-то было. Разве у него друзья не покупали, не просили за деньги им собрать то, что он чем занимается? Ты купил что-то, что вы построили или построили для первого продажа его продуктов? Я построил много кабинетов. Но он создал... Кроме динамика строится, собственно, кабинет. Вот это он продавал, собственно. Ну, вот я и хочу спросить. В каком это году? В 76-м. В 76-м он построил акустическую систему на чужих динамиках. Да, ну и на конструкции тоже... Нет, почему-то я все «Атоноид». Ну, у меня как-то параллель это идет, потому что «Аудионот» и «Атоноид» оно неразлучимо. То есть, мы это переведим. В России. Немного сложного вопроса с одной стороны. И, как бы, «Атоноид» и «Аудионот» с одной стороны. Потому что, в России, это кажется, что двое бренды как-то... Не разделили. Да, да. Я думаю, что они были. Потому что, в конце дня, я имею в виду, давайте быть honest об этом. Так вот... Таной... The older Tanoi designs are far superior to most of the modern speakers that are available. Вполне такое, может быть, как бы еще тут скрывать, потому что старые конструкции Танойа гораздо интереснее, чем то, что фирма предлагает сейчас. Да. Да. Я имею в виду, что, во-первых, про качество изготовления современных говорителей. Они плохие. Прежде всего, качество изготовления текущей продукции не отвечает. А, ну то есть, если по-прямому, она ужасна. Да. Но многие, кстати, Таноевцы используют усилители Audionaut на 300 лампах. Так, давайте больше не будем застревать вот эти. Я просто... У меня как-то оно все вместе получается. Вопрос такой. Я хотел узнать, не был никогда в Японии, но именно в Японии благотворят две вещи. Audionaut и старый Таноев. Вот он, человек был в Японии, он не может рассказать, встречался с фанами, вообще, какое впечатление о людях? Для нас это далекая сторона, непонятный язык, так и то подобное. Что он вообще может рассказать о своей продукции в Японии? Как это? У нас здесь есть понимание, что мужчины якобы у тебя также « Parliament». Это не так. Это не так. Он скажет, не так. Это не так. Это не так. Аудионод компании in Japan sells nothing in Japan. We don't sell anything in Japan. The Japanese market is, the old tannoyers have a very high position in Japan, which is strange when you consider how small their rooms are and how big their feet are. And what the Japanese do is that they either build their own 300b amps, either from kids or from scratch. There is a very strong market in Japan for DIY, which is good. I think it's important that customers can achieve the best results for whatever money they have. I think that's democratic. The Japanese company in Japan doesn't sell anything in Japan. The Japanese company in Japan doesn't sell anything in Japan. The old tannoyers are really popular, and by BU-apparaturian, on a very high position, on a very high position. А по усилению японцы предпочитают покупать киты или сделать все самостоятельно, именно на лампах 300b. И это очень массовое явление. Он только даже приветствует это, потому что люди себе массово могут позволить высокого уровня усилителя на 300b. Это такая демократия. То есть, давайте я переспрошу, я немножко не пробовал, потому что у нас все размыто. То есть, во-первых, аудио-нот не поставляется официально в Японию. Нет. А вы официально продаете или не продаете ничего? В Японии мы не говорили ничего. Нет. И причина в том, что, когда мы работали с японцами, 20 лет назад, мы подвали мать, они у меня перешли, чтобы мы могли регистрации на весь мир, их программах. Они регистрациались в Японии, и когда мы сгибали, нам пришли на программах в океанале. И они получили в Японии. Мы не можем продавать в Японии, потому что они владеют трейд-марк. Так что я должен менять название, но это не интересно. Это слишком трудно. Я могу продавать все, что я делаю, все остальное. Так что для нас есть не так важный рынок. Японская компания очень маленькая, очень маленькая. У меня есть высокий рынок. Я думаю, что их продукты очень хорошие. Они очень хорошие. Я думаю, что они не так хорошие, как я, конечно. Но... Что? Это... 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 Вы должны сказать это. Но они не продают ничего в Японии. И почему это? Это очень интересная вопрос. Потому что это старое... Ну, это исторический вопрос. Что это такое? Из-за этого даже в 1982, 83, 84, Который-кондошад и Аудино-Japан собирают почти ничего в Японии. И я думаю, это зависит от того, что проекты Patriots. Я думаю, это зависит от того, как за могут быть практически на пенсию, продают продукты, потому что они имеют статус. Знаешь, я собираю карты, и я купил 14 Mercedes-Benz в Японии. О, да? О, да. Но в Германии вы не можете купить ничего подобного, но в Германии вы не можете купить ничего подобного. В Германии любят продукты, и это гораздо выше статус. Интересно. И японская менталития, например, в Германии ездит на самую сторону, как в Ингелии. Так что вы думаете, что люди купили... А, но это почему вы купили. Нет, нет, нет. Вы про нас не забудьте хоть что-то. А, импортные машины. Дождите. Итог. Получается, что когда компания она изначально была японская, а потом она разделилась. А у Питера не было физической возможности продавать усилители свои в Японии, потому что нужно было менять имя. Две компании не могут одинаково называться и продаваться в одном месте. Поэтому, так как продаж было достаточно в других местах, то и нечего было заниматься рынком в Японии. А у самого Aldenot Кондо, взглавляв в то время, продажи не очень получались, и на самом деле не очень понятно, почему. Питер нам пытается объяснить, почему. В Японии очень любят импортные вещи и собирательство импортных вещей. Например, у Питера большая коллекция машин Mercedes, и 14 штук из них он приобретал в Японии. Потому что там люди очень хорошо относятся к коррекционным вещам и понимают в этом толк. Когда они получают краткое, то когда человек запускает поражает машин, то покупают его в кальтости, то есть в Японии очень простой, потому что они памятны на другой сторону. По одному, таким образом, то есть эти машин, которые появляются, которые будут дорогие и дорого, всегда будут в кальтости. Почему? Почему? Потому что, когда вы двигаете левую машину, это показывает, что это импортно, и это имеет очень высокий статус. Но суть в том, чтобы люди видели, что у тебя коллекционные машины, специально импортные, а не произведённые внутри. Хотя те же модели были, видимо, и адаптированные японские. Но это как бы статус, это такая специфика собирательства. Ну понятно. Ну и так, давайте на сегодня я, наверное, последний вопрос. Тоже, ну такой вот я, вот плохой. Следующая вопрос, но очень сложная. Очень сложная. Почему вы используете 300B? Почему вы не берёте лавочку в три раза лучше? В 211, в 845 вообще не использую. Вас пугают сложности с изготовлением усилителя? Или это ваши принципиальные какие-то? То есть взгляд вот хотелось бы услышать. Почему в основном используете 300B? Да. И не лучшие трубы, как в 211? Мы, конечно же, самые крупные производители в мире. На самом деле они одни из самых больших производителей усилителей по количеству. На 211 лампы. Но это из дорогой серии вы имеете? Да, из дорогой серии. Но там невозможно сделать недорогую серию. На 211 лампы. На 211 лампы. Я-то понимаю, что 1000 вольт невозможно сделать и чтобы было дороже. Поэтому они всё равно получаются дорогие. Ну вот я и подумал, чему я хотел в итоге. Вопрос-то я говорил с подковыркой. Что проще выпускать? Более обостребованную и недорогую аппаратуру? Или именно вот что-то такое вот дорогое, вот на 211, 845 лампах? Что экономически выгоднее и чего лежит душа, во всяком случае. Да. И для вас, что более полезное и интересное, что вы любите, ...мостly, let's say, mass product on 300B, or this... ...211. ...211 super arms. ...absolutely 211. ...and profitable in terms of profit? No, the profit is the same. We have a standard calculation, where we basically... ...the cost... ...in quantities? Well, we don't do anything in quantities. I mean, we are... ...the measure, for example, we are on serial number 4500. And this is in 20... Ah, it started from number 1? ...23 years. Zero, 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 one. ... ... ну, конечно, любит он делать, когда изготавливаются изделия на интересных больших лампах 211. Ну, безусловно, это и душе приятнее, и... ...ну, как бы... ...количество заработка на одну изделие больше. Вот. Но и на самом деле нельзя сказать, что... ...сильно меньше продается, потому что... ...меньше там на 300... ...на 300 ламп... ...ну, самое такое популярное, одно из самых популярных изделий. Там всего на 400... ...а... ...4000... ...4500... ...4500 экземпляров на сегодня изготовлено. Ну, не так, чтобы уж очень много... ...для такой... ...сравнение с 200 агонистами. We don't mass produce anything. У них... ...они не массовый производитель в любом случае. Не важно чего. На той лампе или на этой. Другой вопрос. Положа руку на сердце. Честно, как... ...крин Господом Богом. Какая больше лампочка ему нравится? 300 B или... ...большие... ...845 211. What you love by your heart more? 300 B... ...211... ...or 8... ...845... ...211... ...ну, он поймет, почему? I prefer the 211. 211. Ну, 211... ...он бы предпочел сам. Да. Ну, мы сегодня... ...мы заканчиваем интервью в полную версию. Мы, конечно, выложим уже в Москве. Соберем это видео. И... ...что у нас... ...какая появилась задумка. Угу. Кто вот смотрел видео... ...и есть какие-то вопросы... ...для Питера... ...консультации, что... ...напишите. Мы завтра решили... ...продолжить съемку... ...видео. И я озвучу ваши вопросы. На сегодня я благодарю Питера... ...за съемку в участии. И так до завтра. Уважаемые. Увиде. 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 Увиде.